друзья всем огромный привет мы с вами продолжаем изучать плагин ник collection который является неотъемлемой частью photoshop но чтобы он стал в такую часть его нужно установить и если вы не знакомы с этим плагином посмотрите в соответствующем плейлисте посвященному ник collection на моем канале находится вон здесь и здесь самый первый видео урок который показывает как установить этот плагин ваш photoshop абсолютно любого года выпуска и в предыдущем уроке мы с вами рассмотрели такой замечательный интересный фильтр как солнечный свет а сегодня у меня есть фотография на которой утренний туман практически уже весь растворился но я хотел бы его вернуть и усилить и в этом мне поможет конечно же плагин ник collection а я вам напоминаю что вы на канале art photolive меня зовут серджио материалы которые я буду использовать в этом видео уроке вы можете скачать по ссылочке к этому видео и потренироваться в обработке вместе со мной ну а мы полетели и так друзья мы с вами начинаем как всегда с adobe lightroom нам нужно проявить нашу пейзажную фотографию она такая достаточно незатейливая но все-таки я хотел бы ее каким-то образом улучшить и сделать в него там более-менее красивый снимок и так проявляем светлые области уводим их влево я сделаю даже пожалуй на минус 100 у меня сразу проявилось небо и вдалеке появилась более заметная гора и теперь тени двигаем немного вправо но не сильно чтобы не потерять объем я остановлюсь пожалуй на плюс 44 теперь давайте опустимся вниз в каналы и синий канал я буду двигать вправо даже посильнее где-то пожалуй наверное где-то на 67 вот я поставлю фотография стала более насыщенная более интересная немного поработаем с цветами я сделаю зелень чуть-чуть пожелтее тон зеленого цвета уведу влево на минус 30 и теперь давайте посмотрим с насыщенностью и немножко прижму насыщенной зеленого минус 25 насыщенность оранжевая тоже слегка прижму на минус 20 пожалуй на этом все такая легкая спокойная фотография переходим photoshop нажимая клавиши control е итак друзья мы с вами photoshop первым делом нажимаем control j делаем дубликат нашего слоя теперь переходим фильтр не collection color effects pro теперь я добавлю к этой фотографии фильтр который мы изучали в предыдущем уроке солнечный свет подрегулирую слегка фотография утренняя поэтому цветовую температуру я сделаю немного по холоднее подробнее ознакомиться с этим фильтром можете в соответствующем уроке подсказочка будет в правом углу сверху теперь друзья вот здесь вот снизу нажимаем кнопочку добавить фильтр слева кликаем все находим здесь фильтр который называется градиентный туман кликните на звездочку сделайте желтый чтобы у вас этот фильтр попал в избранные был всегда под рукой и так выбираем градиентный туман и давайте посмотрим как этот фильтр работает ну во первых мы с вами непрозрачность уведем полностью на сто процентов чтобы видеть влияние этого фильтра потом мы будем снижать и делать как нам нужно давайте рассмотрим вид тумана здесь у нас есть четыре различных вида градиентного тумана и первый такой ну наиболее наверно классический второй более такой рваный третий светлый и насыщенный и четвертый и более такой молочный и густой поэтому выбираете тот фильтр который вам больше подходит я пожалуй выберу первый фильтр теперь давайте посмотрим как работают другие ползунки и так друзья совмещение если мы будем двигать влево ведь у нас появляется такой жесткий контур и вправо у нас туман растворяется на передний план соответственно мы можем подобрать именно такое значение ползунка который сделает туман наиболее естественный дальше вертикальный сдвиг как видите у нас градиент который получился после предыдущей настройки он либо опускается либо поднимается вертикальный сдвиг я выберу вот таким вот образом и теперь друзья поворот ну все очень просто если у меня как на этой фотографии склон я могу соответственно сделать поворот вот либо вправо либо влево и соответственно придать фотографии больше естественности после того как мы выставили все настройки нам необходимо непрозрачность подвигать и подобрать то значение тумана которое не испортит нашу фотографию добавить ее атмосферы и в то же время сохранит естественность я пожалуй сохраню вот таким вот образом кликаю ok и так друзья фильтр применился давайте посмотрим какая фотография была без этого эффекта и какая стала с ним для того чтобы еще больше отделить туман от переднего плана мы давайте с вами сделаем вот что нажимаем сочетание клавиш alt control shift е у нас все изменения записываются на новый слой теперь мы будем с вами работать с резкостью но прежде чем мы это сделаем мы с вами изменим размер и так идем в изображение размер изображения я сделаю изображение по расширению своего монитора высота 1440 кликаю ok control 0 возвращаю масштаб теперь иду фильтр другое цветовой контраст выбираю здесь такой радиус при котором мой передний план будет более ярко выраженной остановлюсь я пожалуй на радиусе два пикселя кликаю ok теперь меняю режим наложения на перекрытие добавляю сюда маску к верхнему слою смотрю чтобы у меня слева черный цвет был основным черный квадратик должен быть над белым нажимаю alt delete моя маска окрашивается в черный цвет она инвертировалась и те изменения резкости которые я добавил они скрыты под маской и мы их сейчас будем возвращать берем с вами кисточку смотрим чтобы она была обычная мягкая жесткость должна стоять на нуле непрозрачности нажатия на сто процентов квадратными скобками увеличиваем размер кисти либо уменьшаем и друзья если у вас нажат кап слог у вас радиус не будет отображаться поэтому всегда следите за этим отжимаем кап слог если включен и теперь смотрим чтобы у нас у кисточки был белый цвет вот здесь слева он лежит на черном теперь поменять цвет черный на белый можно кнопочкой x и проходимся по переднему плану делаем его более резким более контрастным более четким и таким образом дополнительно отделяем передний план от заднего плана на котором расположен туман вот таким вот образом alt control shift и и все наша фотография сохранилась давайте посмотрим какая фотография была изначально и что мы с ней сделали до работав в lightroom и photoshop вот такие интересные изменения alt control shift с сохраним изображение jpeg наилучшее встроенный фильтр качество сто процентов преобразовать в srgb мета данные авторские права кликаем сохранить выбираем то место куда мы хотим сохранить фотографию и сохраняем в общем то и все и да друзья небольшая ремарка попробуйте этот эффект наложить например на вот такой городской фотографии и получить достаточно интересно атмосферку главное не переборщите обращаю ваше внимание что все должно выглядеть естественно и так без фильтра градиентный туман с фильтром градиентный туман а на этом друзья все достаточно простой но в то же время очень интересный инструмент который позволяет нам вернуть туман в нашу фотографию попробуйте добавить туман и на обычных фотографиях тоже получается но конечно все таки с остатками тумана фотографии выглядит более интересно естественнее и атмосфернее а на этом друзья все если видео было полезным не забудь поддержать канал написать комментарий поставить лайк у тебя не сложно мне очень приятно и к тому же это помогает мне в продвижении моего канала и мотивирует на создание новых видео уроков заглядывай в группу вк в instagram там можешь ознакомиться с образцами обработки моих платных пресетов и конечно же там тебя будет ждать подарок из двух моих бесплатных авторских пресетов которые ты можешь установить себе на компьютер либо на телефон и ускорить и улучшить свою обработку напоминаю что вы на канале артфото life меня зовут сердцу желаю всем творческих высот красивых шикарных фотографий всем пока и до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова